Благотворительная помощь в виде 20 тысяч медицинских комплектов передана инфекционным госпиталям и другим медицинским учреждениям Верхневолжья. Спецодежда поступила в рамках заключенного при поддержке правительства региона соглашения о сотрудничестве фонда Твери и благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Наша область в числе девяти субъектов страны вошла в новую программу фонда Тимченко «Фонд плюс регионы». Верхневолжье стало первым, медики которого получили благотворительную помощь. Около тысячи комплектов поступили на Тверскую станцию скорой помощи. Каждый состоит из респиратора, защитного костюма, очков, бахил и перчаток. Александр Некрасов уже успел оценить новинку. Прекрасный костюм, в нем не потеешь, в нем не жарко, он не сковывает движение абсолютно. Это хорошая вещь. Сколько времени уходит, чтобы его надеть? Довольно быстро. В течение, имея должную сноровку, я думаю, что минуты максимум две. Две-три, не больше. Для сотрудников Тверской станции скорой помощи поставка этих костюмов очень даже вовремя. Еще не так давно на случай с подозрением на COVID-19 выезжало в сутки восемь специализированных бригад. Теперь же, согласно распоряжению губернатора, все 30 с лишним экипажей переведены на режим борьбы с инфекционной патологией. Наш единый диспетчерский центр принимает около 600 обращений за сутки. Из них порядка 100-120 вызовов. Это вызовы с подозрением на коронавирусную инфекцию или вызовы с подозрением на пневмонию. Потому что мы сейчас рассматриваем и воспаление легких как подозрительные на коронавирусную инфекцию. Такие же комплекты получили и другие лечебные учреждения региона. В частности, 6000 единиц средств индивидуальной защиты доставлено в Тверскую городскую больницу номер 6. Там ежедневно около сотни сотрудников работают в красной зоне. Еще около тысячи получила Конаковская ЦРБ, в которой свыше 260 медиков мобилизованы на борьбу с коронавирусной инфекцией. Кроме того, средства индивидуальной защиты направлены областной клинической больнице, Калининской, Зубцовской и Нелитовской ЦРБ, а также Первой городской больнице Твери.